Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Переходите, подписывайтесь, давайте добьем вместе 40 подписчиков, но мы начинаем. Итак, сегодня у нас конец второго сезона, поэтому я жду от вас в комментариях под этим роликом. Ваше предложение о продолжении нашей карьеры, где нам продолжать дальше. Либо мы остаемся на полноценный сезон в Рубине, либо мы куда-нибудь переходим. Может быть есть у вас какие-нибудь предложения, поэтому буду рад их видеть. Но я бы, по крайней мере, чисто мое мнение, остался бы еще хотя бы на один сезон полноценный в Рубине. Ну что же, сейчас у нас игра против Зенита. У нас уже потеряны все шансы на победу в лиге. Зенит борется за чемпион. Скорее всего, они станут чемпионами. Но вот на Газпром-арене... А, извиняюсь, у нас сейчас еще сборная. Сборную, я напоминаю, мы будем играть до тех пор, пока у нас не будет 80-й рейтинг. Сейчас у нас 76-й, поэтому как-то так. Хорватия против сборной Уругвая. Поменяем сейчас камеру. Все, лично на игроке стоит. Ну что же, Хорватия против Уругвая. Поехали. Итак, Хорватия против Уругвая. Товарищеская игра. Почему-то нет у нас еще прям таких вот официальных матчей. Но в любом случае интересно играть тоже в таврониках таких. Качаем лично для себя рейтинг. Нам это в убыток уж точно не идет. Поэтому, пока у нас не 80-й рейтинг, будем играть в сборную Хорватии и в товарищеских матчах. Отлично, кулаками отбиваем. И снова кулаками выбиваем. И мы пропускаем. Вот так вот Делак Круз какой-то нам забил. Давайте повтор посмотрим. Так, ну на фланге идет. Игра пошла подача. Здесь их пролетели. Я крыл ближний угол. Ну и все, здесь подзащитников пробили, поэтому я не знаю. Напишите ваше мнение в комментариях, кто был виноват в этом пропущенном мяче. Отлично. Аккуратненький такой сейф у нас получился. И все, заканчивается у нас матч. Минимальное поражение от сборной Уругвая в товарищеской игре. Один у них удар был в сфору, и это один гол. У меня оценка 5,5 за матч. То есть вообще ни одного сейва не сделал, хотя там были и выносы кулаками, и просто подбор мяча. Ну вот как-то не засчитали. Итак, седьмой уже матч я отыграл за сборную Хорватии. Средняя оценка у меня 6,3. Рейтинг все так же 76. Итак, снова у нас игра против сборных. Играем снова в товарищескую игру, надо форму поменять. Очень сливается. Хорватия против сборной Португалии. Сегодня один из лучших футболистов против нас будет выступать. Крищано Роналдо. Вроде против Аргентины я не играл. Вот, чтобы вот прям Роналдо и Месси против меня были. Нет, такого не было. Вот первое мое такое противостояние против Криша. Ну посмотрим, получится ли у него мне забить или нет. Поехали. Итак, из стадии Делнуэва Триунфо. Хорватия против сборной Португалии. Очередной у нас товарищеский матч сборных. Поехали. И супер. 1-0. 17-ая минута. Забивает у нас Крама Рич. Замечательно. Давайте посмотрим этот гоу с повторным. Здесь очень хорошая передача, кстати, прошла. Корпусом хорошо здесь оттеснил. Передача на фланге. Обратная. И со второго касания он забивает. Супер. Выходим вперед против португальцев. Замечательно. Отлично. Потащили удар. Первый наш сейф в сегодняшнем выпуске. И отлично. Еще один сейф. И все. Заканчивается матч. Хорватия обыгрывает португальцев. Отлично. Крама Рич забил в первом тайме. Быстрый. Причем гол. Один удар. Один в створ у нас. Замечательно. У меня оценка 6-0 за матч. Два удара в створ было от португальцев. Два сейва я и сделал. Итак. Уже восьмой матч за сборную Хорватии. Средняя оценка 6-3. Рейтинг 76. Итак. Сейчас у нас очень важная игра. Играем на Газпром арене против Зенита. Мы им проиграли в кубке. Если не ошибаюсь. В полуфинале. Либо там в четвертьфинале. Проиграли. Две мои роковые были ошибки в этом матче. Надеюсь сегодня все получится у нас. Составы на ваших экранах. Зенит против Рубина. Поехали. Итак. Газпром арена. Зенит против Рубина. Трудно будет нам сейчас играть. Потому что все-таки первая строчка играет против пятой. Вроде мы на пятой строчке сейчас находимся. Поэтому посмотрим. Отлично. Здесь аккуратненько мяч забираем. Отлично. Навесную передачу мы прервали. Хорошо просто выбрали позицию. Отлично. Очередной сейв. И пропускаем. Все-таки Дзюба забивает на 7-7 минуте. Снова мы пропускаем от Зенита. Но здесь я не знаю чья ошибка была. Ну при выносе естественно моя. Ну а там. Чисто уже защитники не накрыли. Хотя и я как-то мог бы среагировать. Из подзащитников пробивали. Но вот надо было наверное просто уже вынести за штрафной. Ну как-то так. И все. Заканчивается матч. Минимальное поражение от Зенита. Ну я не знаю. Но Зенит давил действительно. То есть они наиграли где-то наверное свой гол. 5 ударов. 3 в створ. 1 вот я. Затащил. И у меня еще и оценка 4-5. Вообще непонятно за что. Давайте посмотрим. Посмотрим. То есть. А это он унес. Так смотрим. Пасы. 5 пасов. 3 успешных. 2 нет. Что еще это здесь? 2 перехвата было у меня. 6 касаний мяча. Всего лишь 1 сейв. И все. Ну как-то очень. Меня прям занизили. Прям как Евтича. Но я не знаю. Я бы не сказал что здесь прям моя была ошибка. Там и защитники не накрыли дзюбу. Но как-то так. Мы на пятом месте. Боремся я так понимаю за топ-5. К тому же за медали нам точно не побороться. 10 очков отставания. Поэтому будем наверное бороться вот за топ-5. 11 матч в сезоне. Средняя оценка 5-6. Рейтинг также 76-й. Итак. Сейчас у нас игра против Краснодара. Четвертая строчка играет против пятой. Поэтому будем бороться. В любом случае можем минимально сделать наше отставание до них. Играем тем более дома. Ну и постараемся. Вот такой вот состав у Краснодара. Такой вот у нас. Мы заряжены. Рубин против Краснодара. Поехали. Итак. Казань-Арена. Рубин против Краснодара. Четвертая строчка переезжает к пятой. Поэтому сейчас мы будем бороться и за топ-4. Но как минимум если мы сегодня побеждаем у нас будет минимальное отставание до Краснодара. Отлично. Здесь мы вытащили. Еще и в штангу так отрикошетил. Но вот это вот сейчас была ошибка защитников. Очень ужасно здесь сыграть. Да и здесь даже. Защитник должен был быть первый на мяче. Почему-то снова я должен был забирать этот мяч. Отлично. Кулаком выбиваем. И все. Нулевая ничья против Краснодара. У нас все так же отставание до них в 4 очка. 6.5 у меня кстати оценка. Это хорошая. Было 4 удара. 2 в створ. 1 сейф и сделал. 3 паса. 3 успешных. Поэтому все замечательно. Итак, после 26 тура мы еще и опускаемся на 6 строчку. Динамо здесь набирает свои очки. У нас теперь минимальное отставание до 5 строчки. И минимальное лидерство над 7 строчкой. Отыграли уже 12 матчей за сезон. Средняя оценка у меня 5.7. Рейтинг 76. Итак, сейчас у нас выездная игра против Локомотива. Как раз у нас есть шанс оторваться от них на 4 очка. Играем на выезде, правда. Ну, давайте посмотрим на их состав, на наш. Почти как Гильерман мы стали. То есть у меня в планах стать лучшим голкипером. Именно по рейтингу даже в чемпионате России. Тогда уже можно перебираться куда-нибудь повыше. Итак, RGD Arena. Локомотив принимает Рубин. Интересный матч у нас сегодня ожидает. Поехали. И отлично отбиваем. Но здесь добивает Федор Смолок. И вот так вот. Вот сейчас здесь защитники плохо отыграли. Я-то первый момент спас. Дальше уже... И так, смотрите, какой удар вытащил. Ну, а здесь это уже все. Седьмой номер. Рубина не вытащил этот удар. Отлично. Кулаком сейчас отбиваем. И все, заканчивается матч. Минимальное поражение от Локомотива. Ну и все. Сейчас мы уже, наверное, опустимся на седьмую строчку. У меня оценка 6-0 за матч. Было 4 удара. 2 в створ. 1 сет я сделал. Пассы 3 всего. 2 успешных. Поэтому как-то так. Да, мы опускаемся теперь на седьмую строчку. До нашей заветной пятой у нас 2 очка отставания. Ну, время есть, чтобы что-то исправить. Будем стараться. 13 матчей уже за сезон. Средняя оценка 5-7. Ну и рейтинг 76-й все так же. Итак, сейчас у нас игра против Сочи. Они идут на 10-й строчке. Надеюсь, здесь-то мы сможем победить. Вот составы на ваших экранах. Поехали. Итак, снова Казань-Арена. Рубин против Сочи. Матч чемпионата России. Поехали. Отлично. Здесь удары, так понимаю, заболотного через себя. Мы на мертвый мяч забираем. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья против Сочи. Набирать очки должны были. Но ни одного даже удара в створ у нас не было. У меня оценка 6-0 за матч. Один удар в створ я отразил. Три успешных пасса из трех. Все так же мы на седьмом месте. У нас отставание до пятой строчке. Теперь уже в 4 очка. 14 матчей сыграли уже за сезон. Средняя оценка 5-7. А рейтинг 76-й. Итак, сейчас у нас выездная игра против ЦСКА. Они идут, кстати, на второй строчке сейчас. То есть тоже серьезный для нас соперник. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, веб-арена. ЦСКА принимает Рубин. Вторая строчка играет против седьмой. Неубедительно у нас какая-то концовка. Были на пятой строчке. Из-за вот этих вот постоянных ничьих. Из-за минимальных поражений. Ненужных голов вообще. Мы сейчас вот на седьмом месте. Отлично отбиваем удар Чалова. И отлично сейчас отбиваем просто с ленточки. Шикарный момент сейчас перед самым перерывом. И мы забиваем. 51-я минута. Забил у нас Игнатьев. Теперь лишь бы удержать этот счет. Потому что перед самым перерывом я отбил удар там с ленточки практически был. Так что сейчас надо нам обязательно набирать очки. Ну, хороший удар под самую перекладину. Мощный, сильный. Отлично выбиваем кулаками. Отлично. Сейв в конце матча. Здесь даже немножечко время давайте потянем. Ну и на вынос. Все. Наша долгожданная победа на ЦСКА. Причем еще и на выезде. Вообще супер. Итак, по статистике у нас один удар в створ. И он стал роковым для ЦСКА. У нас оценка 6-5 за матч. Три удара в створ. Три сейва мы сделали. Пасы более-менее успешные здесь. Поэтому замечательный матч мы выдали. Ну, мы все так же на седьмой строчке. Я так понимаю, у нас осталась, да, последняя сейчас игра в чемпионате России. Поэтому можем зацепиться за пятую строчку, если вот Локомотив и Динамо проиграют свои матчи. Средняя оценка 5-8 у меня за сезон. Рейтинг все так же 7-6. Итак, мы прокачали убийцы пенальти. Навык. Поэтому сейчас будем искать другой какой-нибудь. Тоже важный для вратаря. Так, ну давайте вот низкий удар с рук. Тоже пока что вратарское. Все прокачаем. И сейчас у нас домашняя игра против Спартака. Тоже прям против топовой команды. Идут сейчас на третьей строчке. Тоже бы замечательно было у них отобрать очки. И составы на ваших экранах. Мы заряжены. Рубин против Спартака. Поехали. Итак, Казань-Арена. Рубин против Спартака. Последний 30-й тур российской премьер-лиги. Полгода мы только отыграли в России. Но уже, надеюсь, полюбились болельщикам. Отлично. Намертый удар Кокорина берем. И все, заканчивается матч. Отыграли хороший, действительно, сезон. Отыграли хороший сейчас последнюю игру против Спартака на ноль. Поэтому замечательно. Три удара было. Один створ от Спартака. У меня оценка 6-0. Вообще без ярких моментов. Вот один сейф мы сделали. Четыре паса. Три успешных. Как-то так. Итак, закончили мы сезон на седьмом месте. 44 у нас очка. За этот сезон мы отыграли, я так понимаю, 16 матчей. Это только за Рубин. Вот. Средняя оценка у меня 5-8. В карьере средняя. 6-0. Отыграли уже за два сезона. 62 матча. Ну и рейтинг 76-й. Вот такие вот у нас статы по итогам второго сезона. Кому интересно. Итак, символическая сборная сезона. Естественно, мы сюда не попали. Потому что здесь... Ну, кстати, один у группы Зарубины. Это Игорь Коновалов. Поэтому как-то так. Ну, а Шунин лучший голкипер этого сезона. Итак, сейчас у нас два матча осталось со сборной Хорватии. Это игра против Англии. Это игра против Голландии. Также товарищеская. Но также мы будем, естественно, их вот отыгрывать. Ну что же, Хорватия-Англия. Составы на ваших экранах. Тоже интересный соперник. Поехали. Итак, Хорватия против Англии. Предпоследний матч в сегодняшнем выпуске. Предпоследний матч в сезоне. Ну что же, посмотрим, как мы отыграем. Ну и все-таки мы отбили. Хороший был сейчас момент. Ну и здесь... Так, я здесь не понял. То ли мы отбили, то ли там защитник сыграл, то ли так игрок сборной Англии. Не точно. Отлично. Здесь быстренько забираем. Иначе мои защитники начнут вмешкаться. Ну и хороший дальний вынос. И все, заканчивается у нас матч. Нулевая нитья. Отыграли нас попротив сборной Англии. Четыре удара от них было. Один створ. Оценка 6-0. Четыре паса. Три успешных. Девятый уже матч мы отыграли за сборную Хорватии. Средняя оценка 6-2. И поднес у нас, кстати, рейтинг. Теперь уже 77-й. Ну что же, и последняя игра на сегодняшний у нас выпуск. Хорватия против сборной Голландии. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Хорватия снова принимает очередную сборную. Теперь от сборной Голландии. Я уже даже не помню, с кем мы играли, с кем не играли. Но серьезные соперники уж точно нам попадаются. И какой сейчас мы удар отбиваем здесь, а? Он на рикошете причем поменял направление. Хочу, что мы немножечко так остались ногами в центре. Сами полетели вправо. Но отлично засейвили удар. Снова рикошет. Но здесь уже створ не полетел. Отлично. Отбиваем удар. Из подзащитников мяч вылетал. Долгая какая-то реакция была у голкипера. Отлично. Выбиваем кулаками. Куда ты побежал-то? И все. Заканчивается у нас матч. Снова нулевая ничья в матче сборной. Четыре удара было. Три в створ. У меня оценка 6,5 за матч. Два сделала сейва. Один успешный пас из одного. Поэтому неплохо мы заканчиваем сезон. Поэтому, ребята, обязательно пишите в комментариях, как вы хотите, чтобы сложилась наша карьера. Может быть, вы хотите, чтобы я перешел в другой клуб, но только в российской премьер-лиге. Все варианты пишите. Все обязательно прочитаю. Десятый матч мы уже отыграли за сборную Хорватии. Средняя оценка 6,3. Ну что ж, друзья, последний день у нас нашего второго сезона. Здесь уже перейти в следующий сезон. Давайте посмотрим на то, как мы отыграли этот сезон, как отыграли другие клубы. Так, ну, седьмое место. Это и так было понятно, что в топе мы не останемся. Тем более, я не понимаю, ну как здесь за игрока, тем более там за вратаря. Можно занимать там первые места. Может быть, только в ПСЖ перейти и там уже в неконкурентоспособной лиге побеждать там и брать трофеи. Ну что же, поехали в соревнования. Лигу чемпионов в этом году выигрывает Арсенал. Обыграли в финале Доргинскую Боруссию. Лигу Европы выиграл Лестер, в дополнительное время обыграл Леон. Английскую премьер-лигу выиграл Манчестер-Сити. Ну, остальное вы здесь все и так прекрасно видите. Во Франции чемпионом стал вот ПСЖ. Чемпионат Италии выиграл, кстати, Наполи. Тоже интересный чемпион. Голландию выиграл здесь Аякс. Португалию Бенфика. Шотландию, кому интересно, выиграл Рейнджерс. Ну, а первую шестерку, кстати, ну, тоже выиграл Рейнджерс. Так что здесь, мне кажется, все понятно. Испанию выиграла Барселона. Причем в хорошие 10 лидерства, 10 очков. Поэтому замечательно. Ну, и Бундеслигу выиграла Бавария. Ну, а последнюю строчку все так же заняла Армения. Я не знаю, надо посмотреть, когда мы уходили, сколько у них было очков. И посмотреть, сколько они вот добавили. Ну, 18-я строчка. У нас хотя бы седьмая. Но я не знаю, если мы бы сначала сезона были в Рубине, какую бы мы строчку заняли. Тоже вот это вот интересно. Также, я понимаю, у нас будет сейчас чемпионат мира в Катаре. Вот. Я бы хотел найти сборную Хорватии. Узнать, будем ли мы участвовать. Походу, нет. Франция, Украина, Мали, Бразилия. Португалия, Польша, Марокк, Аргентина. Англия, Дания, Корея, Чили. Италия, Норвегия, Иордания, Гондурас, Голландия, Россия, Камерун, Мексика, Испания, Словения, Алжир, Уругвай, немцы, Швейцария, Узбекистан, Парагвай, мельгийцы, австрийцы, австралийцы и сборная Панамы. Все, Хорватии нету на чемпионате мира, так что будем готовиться, значит, там к следующему сезону. Поэтому на этой самой паузе, на этом самом моменте мы заканчиваем сегодняшний выпуск, заканчиваем второй сезон. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok